Возли сено. Нам, ребята, в долг. Тоже косулю всё со двора съели. У меня сейчас возможности нет им никаких веток носить, ничего такого. Овощи есть, но они, конечно, не супер так активно его едят, особенно малыш. Но у нас тут помимо косуль, коз много, и я когда уезжаю, я с ними гулять не могу. У нятки, кстати, с ножкой всё лучше и лучше. Отёк спадает, она ходит, не хромает. Всё очень даже хорошо. Вот. Такие вот дела. Буду сейчас будки набивать этим всем делом, чтобы не холодно было. Это у нас мороз. Вчера было плюс 15, сегодня минус 4. Наши краснодарские перепады температур, как обычно. Нет, у малыша, наверное, сейчас не покажу. Шерсти не было. Там такая подсохшая ранка. Но его уже вообще не волнует. Не мешает, не волнует, ничего страшного. Через месяц там будет уже шерсть, и всё будет хорошо. Малыш, тебе вкусно? Хоть какое-то, скажи, разнообразие. Анцелин пришёл. В прошлом году малыш был тоже такого размера. Весной он догнал нятку, и вот теперь уже перерос летом. Вот такие вот, посмотрите на его рожки. Они уже голые. Скоро он их обчешет об деревья более тщательно. Шерсти там вообще не будет. И будут красивые. Они не будут уже красноватые от крови. Да что ты меня нюхаешь? Нету у меня ничего вкусного. Малыш, это не тебе. Смотри тут. Чук-чук-чук. Надо вытащить, чтобы ты не съел. Это ено там в будку. Еш-эстюка. Малыш! Да, ты ко мне не надо идти. Туна, я вижу, дуркуешь. Да, уцеление, конечно, самомнение. Самое главное, что его морда полностью помещается туда, между рогов. Нятка, ты вообще в шоке, я как вижу. Я тоже в шоке. Как бы нам не пришлось их рассаживать. Это у целения гормона сейчас, походу, играют, потому что рожки облезли. Я помню, в прошлом году у малыша тоже он начинал дурковать в это время. А ко мне даже не лезь, понял? Я вон к козам иду. К другим. Ой, Лютик! Отчего ты убежал? Иди сюда. Хочешь, мышку тебе дам? Я тебя, конечно, не дам. Я сове несу. Но ты понюхай. Ой, как вкусненько, да? Я вас тоже покормила сегодня. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Блин, вот они дурашки. Я буду теперь переживать. Сейчас пойду закрою косы, целения посажу туда. Или малыша туда посажу. Ну, видно, что задирает его именно целинь. Так, тут девки, здравствуйте. Придется, ребят, рассаживать, потому что совсем дуркует. И очень боюсь, что малыш навредит целиню. И сейчас прям как-то влазить в эти конфликты тоже не очень хорошо. Я тоже отхватить не хочу. Вот такие вот дела. Ты чего его достаешь? Чего ты его достаешь, блин? В общем, походил, я еще за ними посмотрела. Он достает и нятку. Поэтому придется его отдельно пока подержать. Хотя бы пока у нятки ножка не заживет до конца.